Сегодня в рамках проекта «10 вестей, которые потрясли мир», он посвящен десятилетию нашей программы, мы рассказываем о, пожалуй, главном политическом событии последних лет. 17 апреля 2005 года прошел референдум по объединению Красноярского края, Таймыра и Венкии. Репортаж Елена Лешевец. Да, объединению трех регионов сказали 10 из 11 голосовавших. 17 апреля 2005 года была зафиксирована рекордная явка – 62%. Я думаю, что это наша победа. Ребята, мы сделаем все. Мы покажем, что такое Красноярский край. Россия будет гордиться Красноярским краем. Это номер один. Запуск Ванкора, разработка Юрбчина-Тахомского месторождения, достройка Багучанской ГЭС – это лишь то немногое, что удалось достигнуть в короткие сроки благодаря объединению. Увеличились налоговые платежи в бюджеты. В крае построен первый в стране федеральный университет. О необходимости укропнения российских регионов в начале 2000-х заговорил Владимир Путин. А в 2003-м в географическом центре России на озере Виви три губернатора подписали соглашение о создании единого региона. Я и до объединения часто бывала на севере, в частности в Ивенкии. Но именно после 2005-го года появилось четкое понимание, что мы живем на одной большой территории. Мы, как журналисты, ощутили себя в огромном информационном пространстве, где нет гостей, соседей. Есть только мы. Сегодня численность населения Красноярского края – почти 3 миллиона человек. На территории проживают представители нескольких десятков народов, в том числе и коренных. После объединения мировая общественность узнала, что Красноярский край – это не только река Енисей и промышленные предприятия, но и это уникальная культура, красивейшая природа и сильные характеры. Я бывал в самых дальних уголках региона, и скажу вам честно, что фильмы или репортажи снятые там получаются самые такие яркие и насыщенные. Но это не только мое мнение, но и мнение членов жюри международных киноконкурсов. Референдум заставил общественность по-новому взглянуть в целом на страну, ведь объединение самого большого края – это показатель мощного потенциала России. Елена Лежевец, Вести, Красноярск.